здравствуйте уважаемые друзья в преддверии зимние рыбалки да и не только эта приманка годится для рыбалки круглый год я взял крючочек 16 номер и отдел стеклянную бусинку если у вас имеется вот такие вольфрамовая или же латунная черная тоже можно поставить теперь я закреплю вместе крепления наших усов нить сильно не наматываем промажу клеем нам понадобится с вами такой материал как антрон если у вас такого материала нет но есть допустим какой-то синтетический блестящий хороший дабинг наподобие как у меня в наборах можно взять щепоточку вот такого дабина но я пользуюсь вот таким антроном крепим щепоточку нашего антрона также как я уже говорил сперва не заморачиваемся его длиной переламываю так чтобы у меня было две пары моих усов но давайте сразу эту отведем один ус разведем его и закрепим вот так берем теперь крепим вторую половиночку отмеряем приблизительную длину и отрежем подравнивать будем потом и сразу же я возьму разведу вот так чтобы у меня возле колечка находились вот так два усика примерим нашу бусинку нормально она подходит и теперь для того чтобы окончательно нам закрепить промазали клеем хорошо сделали небольшой узелочек и нить убрали для изготовления тела я буду использовать проволоку для поделок которая продается волонтерейных магазинах она бывает разных цветов но в данный момент я буду изготавливать тело красным цветом для того чтобы было удобно мне наматывать и не было сильно громоздким тело край проволочки если видно вот я слегка расплющил и откусил теперь я на месте крепления проволоки у загиба немножечко промажу таможенное все цевьё промажу клеем и на всю длину я креплю в нашу проволочку почти не доходя пару миллиметров до нашего шарика тело мы будем изготавливать красной проволокой поэтому вот я поставил нить такую баклажанного цвета этой нитью я сформирую тело можно использовать красную черную вы не имеет значения так как у нас проволока будет создавать все наше тело заодно дополнительно она нам создаст огрузку сделаем вот такой небольшой конус буквально пару миллиметров не доходим до нашего шарика и здесь останавливаемся немножко промажу клеем хотя отчасти может и не обязательно так как это проволока она и так будет держаться но рыбалки у нас экстремальная поэтому есть возможность я добавляю почти всегда клей и виток к витку вплоть даже до того если мне будут мешать нить ее можно будет убрать давайте уберем и виток к витку сперва делаем один два три виточка по загибу и возвращаем теперь снизу под загибом нашу вот так проволоку к месту там где мы мы начинаем выполнять вот так обмоточку виток к витку без пропусков повторю цвет может быть черной проволоки золотистый белый пробуйте экспериментируйте но в данный момент я изготавливаю нимфочку такую которая уже проверено по цвету не брезгует карась и другая мирная рыба закрепим теперь обратно нашу нить и окончательно закрепим теперь нашу проволочку проволоку я не откусываю так как она образует потом неровные края а вот такими движениями ее удерживая крючок так как он у нас 16 номер все таки и отломали и теперь для того чтобы закончить окончательно мушку мне понадобится совсем совсем немножечко мне нужно будет перышко павлина есть возможность значит выполним здесь небольшую грудку что дополнительно привлечет нашу рыбу и здесь насколько будет позволять нам наше перо сделаем два три пять оборотов для того чтобы создать вот такую грудку грудка не должна превышать по своей величине сильно шарик это очень очень важно вот так этой величины вполне достаточно здесь делаем в конце завершающий узел промажем немножко нитку клеем и сделаем окончательно завершающий узел наше перо но она и и берем и как вы видите друзья это нимфочка из семейства базаров то есть напоминающие личиночку комара поэтому величина его должна быть 16 18 номер крючка соответствующий и сразу мы изготовили с вами и грузочку для всех всех видов рыбалки то есть можно и на кораблик можно и на донную можно и поплавочную пробуйте с расцветками с величиной крючка довольно таки уловистая и благодарная приманка спасибо за внимание до скорых встреч